Время решать семейный вопрос. И вы знаете, такая проблема оказалась для меня. Вот сколько сестер в церкви у нас, и ни одна мне не нравится. Мне царица, видно, нужна была. И я не... ну не нравится. И в таком переживании, и мои сестры, и братья, и... Ну ты женись, да ты вот... ну кого-то... ну не нравится, вы понимаете. Ну я не знаю, как решать вопрос. Как бы... потом одна девушка понравилась, вроде так. Я предложение сделал, нас объявили уже в церкви, все, готовимся к браку. Потом раз, ее папа отказывает меня в браке. Ну условия поставил, на крыше у него жить, там третий этаж сделать. Не отдам тебе, если вот только... А вот для меня это вообще тупик такой. Я в такой тревоге был. И еще усиленней, давай молиться об этом, Господи, как, что бы... Ну Бог разрушил это дело. Она хорошая сестра, она и сегодня имеет семью, деток. Они в Германии живут. Но хочу сказать, для меня вообще я в тупик пришел. А где Бог? Ну как решать вопросы? Как волю Божию познавать? Нужно это? Как это нужно? Пришел к пресс-фитеру, думаю, надо поделиться с ним. Ну что, я сам решаю. Может он что-то подскажет мне толковое. Ну как, кого взять, что? А тут предложение тьма. Одну предлагает, другую. Я уже в такой тревоге был. Ну сел на мотоцикл, там сестра моя одна старшая. Ты вот непослушный такой. Ты вот езжай, вот эта сестра вот хорошая. Ну думаю, поеду. Поеду, еду по дороге. У меня на железном дорожном переезде переезжаю. Раз в багажник. Как получилось на мотоцикле? Там каска сзади лежала прижатая, на багажнике вторая. И она падает, и разбивается эта каска. А для меня что-то так, уже немножко осталось до нее доехать. А для меня как знамение, не надо ехать. Да что ты. Ну я взял каску и домой поехал. Сестра, ты ездил? Не ездил. Ну вот такой, да ты вообще. И вот пришло время, я уже когда верующим стал, пришел. Это она хорошая. Ну я поехал опять. Послушался, поехал. Подъезжаю к ее дому уже. А у меня мысль такое, что-то неприятное чувство. Не хочу я с ней жить. Вообще. Что она мне навязала? Неприятно так менять. Ну и я развернулся и уехал опять домой. Она мне встречает. Да ты что? Ну не хочу я. Что ты мне навязываешь? А вот она, давай все. Послушаться, ну как-то, Господи, как это, я не знаю. Я молюсь, я к пресс-фитеру пришел. Он мне говорит, давай будем молиться. Ну я решил объявить трехсуточный пост. И, ну пресс-фитер одни сутки был в посте. Он уже пожилой, очень хороший брат у нас был. Семен Петрович Голдинов, он сейчас в Америке живет. И вот он, значит, говорит, ну давай помолим. Помолились. Я потом к нему подхожу. Он мне говорит, ты скоро женишься. Я говорю, а на ком? Он говорит, а я не знаю. Что ты будешь делать? Он не знает. И я не знаю. А я опять в тупике. Ну я не знаю. И вы знаете, удивительно, что я понимал, что, ну как-то Бог должен проявить. А как? Я не знаю, кого. И потом, значит, работаю на даче, там с мамой своей у нас большой огород был, клубники много. Раз у меня фотография какая-то в голове. Подожди, а кто она такая? Лицо девушки, я не знаю, кто такая. Я в переживании напрягаюсь. Ну где-то я ее видел, а где я не знаю, где. И вы знаете, удивительно. Ну я маме говорю, мам, я сейчас приеду. Она говорит, ты куда? Да сейчас приеду. И я сел, уехал домой. Ну там в микроайоне жили, а это у нас дача такая. Уехал домой, давай альбомы все искать. Нашел в альбомах раз фотографии точно. Мы даже с ней крещение принимали вместе, только в разных городах. А вечер крещаемых был вместе. Мы сидели с ней рядышком. И я еще одну фотографию нашел, там общение молодежное, и мы тоже недалеко. Но я тогда на нее вообще не смотрел, у меня же была невеста уже объявлена. Или уже, да, уже была невеста. Так, в голове, по крайней мере, думал о той. То есть не до нее. Кто такая? Не знаю. Откуда, с какого города? Не знаю. Другу звоню, слушай, Яш, фамилия Коп, хороший друг мой. Говорю, Яков, давай, приди ко мне быстренько, он там недалеко. Мне надо один вопрос. Ну, пришел через несколько минут, он уже пришел ко мне. Говорю, слушай, вот это что за сестра? Он говорит, ее звать Гертруда. Это моя невеста. Я ей предложение буду делать. Я говорю, ты уже сделал? Он говорит, нет, значит, я буду делать. Он говорит, слушай, ты, я не шучу. И я не шучу. Я тебе говорю, что у меня на сердце, ну, вот так, молился я. И откуда она взялась, я даже не знаю, где она живет. Он злился немножко. Ну, а он такой хороший человек. Он согласился. Ладно, поехали. И мы с ним поехали в другой город. Оттуда, ну, там, 30 километров от Алматы, Каскеленгород. Вот, поехали туда, нашли ее. Я ему говорю, ты побудь здесь вот возле мотоцикла, а я пойду и ей предложение сделаю. Ну, и пошел. А звать как? Написал на руке. Чтобы не забыть. Ну, имя редкостное такое, Гертруда. Ну, и, в общем-то, и так получилось, что вот зашел. Ну, и пока я долго с ней ходил, я что-то мой мотоцикл сторожил. А я несколько часов с ней пробыл вместе, беседовали, рассказал о себе, сделал предложение. Ну, и на самом деле, вот, 28 лет мы уже живем вместе, друзья. Я сегодня не понимаю всего. Я понимаю, это Божьи пути. Вот как Бог ведет, и сегодня объяснить вам все вот так. Ну, скажу вам, я понимаю так для себя. Мое сердце было в трепете, в глубоком, и в глубоком сокрушении перед Богом. Господи, ты же знаешь мой путь. Я не знаю. У меня характер скверный. И я это знал. Я вспыльчивый человек. У меня столько бывает. Я дома иногда воспалю круг жизни. Вся семья в переживании. Ну, что ты вот из ничего вроде какой-то. А как жить потом вместе? А сколько? Я такой тревоги был. А Бог-то видит, друзья. Вот 138-й Псалом. Помните, да? Он там говорит, славлю тебя. Потому что я дивно устроен. Дивные дела твои. Зародыш мой видели, отче твои. Когда ни одного дня еще не было. То есть, все дни для меня назначены. У тебя уже они есть, Господи. Я думаю, друзья, это очень важно нам в жизни понимать. И понимать не на свой ум. Надейся на Господа всем сердцем своим. И не полагайся на разум твой. Скажи вам, друзья, все расчеты наши, они очень часто бывают, такие неправильные. А довериться Богу, нет, я не говорю, чтобы теперь, ну, не, то есть, закрытыми глазами, как я поступать. Нет, друзья, я думаю, это неправильно. То есть, это как исключение. Бог вот милость мне просто оказывает в жизни. И не только в этих вопросах. Мы рады каждому зрителю, ведь вы являетесь нашим вдохновением и мотивацией к созданию новых видео. Мы хотим быть для вас не просто развлечением, но источником вдохновения, ободрения и укрепления в вере на жизненном пути. Спасибо, что вы с нами. Да благословит вас Бог.